Привет, дорогие любители России.ру! У нас сегодня ролик «Хочу замуж, но очень боюсь». В предыдущем ролике мы выяснили о том, что наши российские мужчины все-таки желают жениться, не отбросили от себя эту замечательную мысль. И вот девушка, принявшая предложение, написала мне о том, что я животно, животно боюсь этой свадьбы, и у меня очень много разных страхов. Я не могу сказать, что он у меня какой-то один. Я боюсь того, что я встречу другого мужчину, и мне придется делать больно этому молодому человеку, а я его люблю. Одна из первых жалоб — я боюсь, что я встречу другого мужчину, полюблю его, и мне придется делать больно теперешнему молодому человеку, а я его очень люблю. Я боюсь, что, возможно, мне с кем-нибудь было бы лучше. И если я сейчас выхожу замуж, то это всё навсегда. Я крепостная, и я читаю сейчас очень много разной литературы о том, что Господь ничего не дает навечно, и что быт разбивает брак, и у нас очень много общих надежд, мы хотим ребенка, мы хотим строить дом, мы хотим путешествовать. Мы так всё прекрасно распланировали, но молодой человек влюблен, у него трясучка, у него агония, он обожает. Они знакомы только полгода, уже перезнакомил со всеми родственниками цветы, бантики, розовые кружева. Она говорит, я не совсем готова к такому большому напору и потерять свой статус. Вот я сейчас четко распределено время, у меня какое-то количество знаний в голове, я уже имею какую-то должность, меня называют по имени-отчеству. А здесь ни с того ни с сего, он у билетной кассы в кинотеатре вдруг дал мне поджопник. Я думаю, что если он сейчас позволяет себе такое, то получается, что он любит меня не так, как я хочу, чтобы он меня любил, и как только поставится в печать в паспорте, потом у меня будут побои. Если мужчина позволяет себе, мы встречаемся, но уже совместно проживаем, очень с большим напором мужчина у нас, мы одинаково встаем, мы идем на работу, каждый на свою, только я возвращаюсь на метро, а он едет на своей машине. Мы работаем в разных концах города, и если я буду ждать, пока он за мной заедет, я потеряю 2,5 часа, а с нашими пробками иногда и 4. Поэтому я тороплюсь домой, и он торопится мне на встречу. Только он зашел, лег на диван, а я должна в течение этого времени еще умудриться приготовить ужин, красиво сервировать, подать, послушать про его заботы, потом полюбиться, и утром снова проснуться в хорошем настроении. Каждый день я так не смогу. Каждый день держать себя в тонусе, выбрасывать какие-то коленцы для того, чтобы не надо есть, угождать, а еще его мама, бог его знает, что думает эта женщина, как у Гангрену Васька себе взял. Заумные иностранные психологи каким-то образом померили стресс. И стресс похорон, стресс свадьбы оказался абсолютно одинаковым, одинаковым по эмоциональной встряске. И именно поэтому у нее весь дрожат ноги, дергается глаз. Именно поэтому она с утра такая психи-истеричка, у предмахера влетят расчески, три раза мы умылись, мы психуем, потому что это стресс. Стресс от того, что будет как-то не так, как она планировала. Стресс от того, что она сейчас выйдет на передний план, а она, извините, не телезвезда, и ей очень тяжело быть вот такой публичной новогодней елкой сейчас. Девушки очень многие говорят о том, что за несколько дней до свадьбы случается вот тут большая разборка, когда невеста выходит на балкон и говорит, небом клянусь, я за тебя не выйду замуж. И мужчина, тютюшечки, лилюшечки, находит какие-то моменты для того, чтобы уговорить не переносить на год свадьбу, а выйти замуж за назначенную дату. И я знаю, что у 90% таких браков заканчиваются, к сожалению, разводом. Если небом клялась, охолони, перенеси, как бы он ни танцевал и ни пел, посмотри, дай ему возможность остыть. То есть пока кто-то в трессучке, она ли вот так его любит, как кошка, он ли ее любит и обожает. Почему раньше была такая интересная штука с ухаживанием, пометили колечком, еще помолвлены, и еще полгода родители делали свадьбу, что-то обсуждали, люди ходили друг к другу в дом, изучали повадки. Это было для чего? Для того, чтобы вот эта трясучка и хочучесть чуть-чуть отошли на задний план. Потому что пока его трясет, вот мы побежали в ЗАГС, потом его перетрясло, он лег на диване, он ушел из дома. И ты понимаешь, что я могла чуть-чуть подождать и увидеть такие же точно перемены. Многие говорят, что да, действительно, печать в паспорте поставили, и как подменили человека, он с утра другой человек. У мужчины появляется возможность прикрикнуть, у женщины появляется возможность расслабиться, сказать, стоп, жизнь большая, долгая и длинная. Одно дело розовые бантики, когда мы ухаживали друг за другом, а другое дело жизнь. И вот какие страхи, на что жалуются обычно? И парень, и девушка, потеряю соцстатус, я теперь должна нести ответственность, я теперь правильная, как это я пойду в салон, если у меня не готов ужин, я же сволочью себя теперь буду чувствовать. Итак, какие страхи? Страх измененного соцстатуса, страх ответственности, теперь я должна быть более остепененной. То есть я должна приготовить ужин, обслужить, подумать о том, хватит ли нам денег на весь месяц, исправить ему настроение, испортить ему, когда он чересчур везвится, донести до него какую-то важную информацию, вкусно донести, чтобы ему было интересно. Страх потерять деньги, потому что есть мужчины, которые говорят, а мне беспредельница не нужна. Она говорит, да, вот у меня родители то-то, 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 то-то. А сколько может это, вот доеденный аппарат, он уже в какой-то определенный момент должен выключаться, и вот переход из родительского большого кошелька в маленький кошелек страшит очень. То есть он не сможет позволить мне тот быт, а просить у родителей он уже не разрешает. Страх, что он меня разлюбит сразу, привыкнув, разлюблю тот час. Помните фразу? Это именно про это. То есть женщина говорит, что одно дело, когда у нас романтические отношения, и совсем другое дело, когда мужчина понимает, что теперь я могу как-то тарелочкой с переднего положения отойти на боковое. Все, это он уже достиг, сделал. Отлично. Хорошо, я молодец, 5 баллов. Повесили медальку, и теперь женщина этой медалькой должна висеть на пиджаке. Уже не могут прийти подружки и петь в караоке, голосить так, чтобы звонили соседи. В повалку не могут у него лечь друзья, чтобы не торопиться на метро. Есть какие-то мелочи, которые заставляют нас думать, а может быть лучше гостевой брак, а может быть все-таки ходить друг к другу в гости, чтобы не привыкать. Так вот, из века в век, из века в век регистрируются пары. Люди идут в ЗАГСы и в храм для того, чтобы сказать друг другу, ты мой, а я твоя. И каждая пара, практически каждая надеется на то, что вдруг получится. Вдруг именно у нас получится. Вот мы сажаем семечку в точку бытия, самую основную, и вдруг наш осток прорастет. Мы его будем беречь, мы его будем взращивать, холить или леть. И у нас будет большое дерево, которое будет давать сил нам, нашим детям, нашим родителям. И вот каждая семья, вот они четко читают инструкцию на упаковке семечки. Посадить такой-то момент, рассчитывают у астрологов, ходят к гадалкам, моя судьба, не моя судьба. Четко смотрят, чем поливать, в какую погоду, какая должна быть температура воздуха. А некоторые пары говорят, а давай навозь, вот давай мы нашу любовь сейчас посадим и будем беречь, как умеем. И иногда у тех пар, которые взращивают, доверяя Вселенной, они понимают, что да, может быть, не подходит почва, да, может быть, не подходит климат, да, может быть, ураган непреодолимая сила, да, возможно, семечку заморозки помешают, но мы попробуем, и это очень правильно. По статистике больше 60% браков – это парень и девушка, которые не спрашивают ни у родителей, ни у психологов, ни у кого, любишь ли не любишь, люблю, буду с ним, побегу в ЗАГС, полечу. И мужчина, который летит в ЗАГС, конечно, потом будет лучшим отцом, чем тот, которого на веревочке-то привели. И девушка, которую уговорили, утрамбовали, купили, пообещали очень многого, потом будет уже ждать то, что ей пообещали. Лететь вот на первых чувствах в ЗАГС я не рекомендую, то есть нужно чуть-чуть охолонить. Но ждать, пока вы уже превратитесь в маму и папу, идти в ЗАГС с большим животом или по необходимости – это очень большое испытание. Могу порекомендовать один раз – придите к семейному психологу до свадьбы. Придите и сядьте, и расскажите, чего вы боитесь. Психолог задаст определенные правильные вопросы. Вы на перекрестном огне такие вопросы постесняетесь друг другу задать. А тут еще есть третий свидетель, и вы разговариваете не друг с другом, а вот так. Иногда чувствуешь себя вот этой кривоногой переводчицей из марсианского в фильме «Привидение», когда что ей сказать, что ему сказать. Психолог может помирить, психолог может понять, что это действительно пара не твоя. У вас есть любовь, у вас есть трясучка. Любовь – это замечательное чувство, но когда на весы становится любовь и социум, когда на весы испытания происходят, вы не подходите ни по психосоматическим каким-то вещам, у вас разное настроение, у вас разная динамика, у вас один веселится, другой плачет, вы однажды друг другу найдете, у вас разное отношение к ценностям жизненным. У одного душа ребенка, а у другой мудрец. Или там, ну вот как долго профессор будет терпеть девицу с такими вот ресницами, которая гуляет с инструктором по фитнесу? Думаю, недолго. И вот мы можем сказать, что как вы относитесь, где ваши ценности? Один читает, другому нужны лыжи, и это тоже будет конфликт. Один любит серебро, другая любит позолочные люстры, и здесь может быть несостыковка. Мы говорили про каждую несостыковку по отдельности, но вот перед тем моментом, когда вы хотите написать заявление о регистрации брака, подумайте, что когда вы встречаете свою любовь, вы не спрашиваете ни у кого. И страх свадьбы хороший специалист может вымести веником из бессознательного за один час, за один прием. И вы уйдете, и больше никогда не будете думать об этом. Редактор субтитров А.Семкин